В эфире ЛРТ программа «Итоги». В студии Мария Кузьмичева. Здравствуйте. Время вспомнить самые заметные события уходящей недели. Вначале коротко о главных темах. Пенсионная реформа. Какие изменения предложил внести президент в своем телеобращении? Расскажем. Встреча с жителями. Какие вопросы обсудил Владимир Ужицкий с виберчанами? Узнаем. Люберецкие дороги под присмотром. Какие нарушения по их состоянию? Выявили сотрудники Госаднотехнадзора. Внимание, заяц! Не хочешь попасть в неловкую ситуацию? Продли карту стрелка. Налить самому себе сок, протереть пыль и помыть посуду. Слепоглухие люди учатся жить самостоятельно. Люберцы территория дружбы. Фестиваль национальных культур прошел в округе. Теперь об этом и не только в деталях. Владимир Путин обратился к гражданам России по болезненной для многих теме пенсионной реформе. Он предложил ряд мер, которые позволят смягчить принимаемые решения. Президент предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин в 65. А также внести режим выхода на отдых для многодетных матерей. Отныне женщины, имеющие трех детей, выйдут на пенсию на три года раньше. Воспитывающие четырех – на четыре. Кроме того, он предложил повысить со следующего года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза. Отмечу, что это новая льготная категория граждан. А для работодателей предусмотреть ответственность вплоть до уголовной за безосновательное увольнение или отказ при приеме на работу пожилых. Одновременно с этим президент требует предусмотреть меры по стимулированию бизнеса, где заняты пожилые люди. Также часть инициатив касалась льгот для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. В регионах готовится в полном объеме сохранить меры поддержки. Главные из них – скидки на оплату транспорта и услуг ЖКХ. В ближайшее время начнется работа по внесению изменений в пенсионное законодательство. Наводить порядок в своей квартире, готовить любимое блюдо – для слепых глухих это казалось неизбыточной мечтой. Помочь людям с ограниченными возможностями здоровья жить самостоятельно решили в благотворительном фонде «Соединение». При поддержке областного Минсоцразвития в Люберцах появились первые квартиры сопровождаемого проживания. Ангелина Денисова родилась здоровой, но из-за врачебной ошибки девочка потеряла и зрение, и слух. Ушные протезы и пять операций на глаза помогли Ангелине обрести хотя бы слабые слух и зрение. Все детство мама девушки старалась помочь ей научиться жить самостоятельно. Мы, родители, раньше уходим. Как она будет жить? Это очень сложно. И маме очень сложно оторвать такого ребенка. Потому что я-то понимаю, какие сложности там везде ее ждут, какие опасности. Научиться справляться со сложностями самостоятельного быта девушка теперь может благодаря проекту фонда поддержки слепоглухих «Соединение». В рамках программы адаптации и реабилитации инвалидов по зрению и слуху Минсоцразвития выделил фонду квартиры в Люберцах. Это на сегодняшний день один из приоритетов национального проекта «Демография» о том, чтобы организовывать для граждан пожилого, молодого возраста, инвалидов, именно сопровождаемого самостоятельного такого проживания в различных формах. Это может быть как в их самостоятельных, в их квартирах, так и в жилье, которое есть там у регионов. Налить себе сок, протереть пыль, помыть руки. Здоровые люди делают это, не задумываясь. Для людей же с ограниченными возможностями здоровья каждое такое действие – победа. Наша задача как раз сделать так, чтобы они могли вернуться к самостоятельной жизни, к нормальной, человеческой. Сами принимать решения, сами ходить в магазины, сами готовить, что хотят. Пока для реабилитации инвалидов выделено две квартиры – однокомнатная учебная и двухкомнатная для постоянного проживания. Первое время в круглосуточном режиме быт слепоглухих людей сопровождает соцработник, а дальше – самостоятельная жизнь. Александра Томей, Луиза Игезарян, Денис Михайлов, телеканал ЛРТ. Пособие на рождение первого ребенка, выдача сертификатов на приобретение средств реабилитации, а также помощь семьям, воспитывающим детей инвалидов. Власти Подмосковья ввели новые меры социальной поддержки, а также внесли коррективы в уже существующие. С подробностями Луиза Игезарян. С начала этого года сертификаты на приобретение региональных технических средств реабилитации получили 15 жителей городского округа Люберцы. Местное управление соцзащиты выдаёт 11 изделий, необходимых инвалидам 1, 2 и 3 групп, а также детям-инвалидам до 18 лет. Воспользоваться этой мерой социальной поддержки можно, обратившись в отделение МФЦ, либо в Люберецкое управление социальной защиты населения. Приём заявлений о предоставлении сертификата осуществляется с первого рабочего дня календарного года и заканчивается последним рабочим днём августа текущего года. Выдача инвалиду сертификата, самого сертификата у нас в управлении, осуществляется до 14 октября текущего года. Кроме того, с января текущего года вступил в силу федеральный закон в поддержку семей, воспитывающих детей. Женщине, родившей или усыновившей первого ребёнка, положена ежемесячная выплата в размере 11 522 рубля. При условии, что величина прожиточного уровня в семье не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области, которое составляет на данный момент 19 719 рублей. Пособие будет назначено с момента рождения ребёнка, если родители обратятся в соцзащиту в течение первых шести месяцев. Денежные выплаты будут перечисляться до достижения полуторагодовалого возраста малыша. Ещё одна мера социальной поддержки семьям, воспитывающим детей, вступила в силу в конце июля. Ежегодная выплата на приобретение питания и школьной формы детей-инвалидов. Там условием должно быть, что ребёнок должен обучаться в государственных муниципальных образовательных организациях Московской области. Размер этой выплаты составляет 13 020 рублей. Чтобы получить пособие за 2018 год, нужно обратиться в Управление социальной защиты населения не позднее 30 ноября. Луиза Игазарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Теперь о долгожданном для многих нововведении. С 1 сентября жители округа, достигшие 60 лет, могут пользоваться своим правом бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы. Люберчанка Маргарита Маркова часто ездит в Москву в столицу. Она навещает сына, а также любит посещать храмы и церкви. Теперь её социальная карта перекодирована. С помощью неё она сможет перемещаться по городу абсолютно бесплатно. Для нас, сами понимаете, для пенсионеров, бесплатное правительство очень хорошо. Ну и так вот иногда тоже хочется просто прогуляться по Москве, посмотреть и центр, парки. Вот сейчас сколько парков открыли, много, тоже всё это хочется посетить. Процесс перекодирования карт для бесплатного проезда по Москве запустили 18 августа. Процедура занимает всего несколько секунд. Для того, чтобы воспользоваться льготой, необходимо прийти в Управление социальной защиты населения. Отмечу, до середины сентября учреждение работает без выходных. Три воскресенья принято решение. У нас будут рабочими 26, 2 сентября и 9 сентября с 10 до 18 часов. Воспользоваться правом бесплатного проезда на московском общественном транспорте смогут жители столичного региона старше 60 лет. Льгота начнёт действовать с 1 сентября. Если у человека возникает право проезда, то есть у него день рождения, допустим, 60 лет, ему исполняется 2 сентября, 10 сентября, то у человека социальная карта уже не перекодируется, а перевыпускается. За перевыпуском социальной карты нужно обратиться в отделение МФЦ. Удостоверение выдаётся уже через месяц. А в период ожидания карты пенсионер может пользоваться временным проездным билетом. Добавлю, что перекодировать социальные карты необходимо также для бесплатного проезда на электричках. Эта процедура проходит на кассах железнодорожных станций. Льготную карту «Стрелка» заблокируют, если вы не подтвердите право на её использование. С 25 августа этот процесс уже запущен, поэтому подтверждайте заблаговременно, чтобы ездить спокойно. К новому учебному году школьникам и студентам Подмосковья необходимо подтвердить право пользования картой на сайте Госуслуг. А если потребуются документы на подтверждение льготы, то обратитесь в многофункциональный центр. Там рассмотрят заявление в течение четырёх рабочих дней. Отмечу, с начала 2018 года по картам учащегося в области совершили около 30 миллионов поездок. А с момента введения льготных карт – около 115 миллионов поездок. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. К другим новостям. Очередная встреча жителей с главой округа прошла в микрорайоне «Самолёт». Традиционно Владимир Ружицкий совместно с представителями администрации и руководителями структурных подразделений ответил на волнующие вопросы люберчан. Главные темы – транспортная доступность, состояние дорог, экология. Найдены ли решения и какие задачи ставят на ближайшее время? Смотрите далее. Строительство более 50 тротуаров, замена 179 остановок, а также открытие дороги съезда на Вторую Вольскую, который разгрузит Зенинское шоссе. Таковы планы по работе в микрорайоне на ближайшее время. Что касается Зенинского шоссе, то тоже сегодня проектные работы все завершены. Эту работу выполняет МОЗ «Автодор». И я надеюсь, что где-то в ноябре, наверное, всего приступят к ремонту и расширению этой дороги, включая и мост. Потому что мост – это сложное инженерное сооружение, требует совершенно других подходов. Поэтому эта дорога станет четырехполосной. На встрече отметили, что во время реконструкции Зенинского шоссе полного перекрытия дороги не будет. Также планируется организовать реверсные движения. Дорожных затруднений данные меры не вызовут. Помимо этого, жителей беспокоило отсутствие тротуаров. Дело в том, что всегда с ребенком надо ехать с утра. Но с утра в этот автобус не то, что войти нельзя, там даже на крыше мест нет. Вы понимаете? И тротуара нет. Она бы пошла пешком, но она не может пройти пешком. Также жители обращались и с другими вопросами, такими как освещение площадок, тарифы по коммунальным платежам и другие. Все обращения внесли в протокол и приняли в работу. Помимо жала, представители Люберецкой администрации услышали и слова благодарности от жителей, заселившихся в микрорайон с самого основания. По их словам, сравнивать все-таки есть с чем. Мария Антонова, Петр Пономаренко и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Как спецтранспорту без препятствий проехать на территорию ЖК Люберца 2015, 16 и 17? Ответ на этот вопрос искали на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно прошло в администрации муниципалитета. Решение найдено. Мария Антонова расскажет подробнее. Зининское шоссе – единственный выезд из микрорайона самолет. И это однозначно осложняет ситуацию. Тем более в случае ДТП или перекрытия одной из полос. Спецтранспорт просто не проедет. Но выход есть. На сегодня застройщикам компании самолет-девелопмент решен вопрос со строительством дороги данного микрорайона самолет-выезд на 2-ю Ольскую. Данный вопрос занималась администрация совместно с застройщиком. Протяженность участка дороги по улице Вертолетная более 800 метров с четырехполосным движением. К этой улице примыкает 2-я Ольская. По данным структур, которые несут ответственность за ввод данной дороги в эксплуатацию, дорога будет введена не ранее, чем 15 сентября. Получится будет разрешение на ввод от Минстроя. На участке проведены необходимые работы для безопасного движения транспорта. А также планируется установка светофора. Это позволит разгрузить дорогу, а в частности упростит проезд машинам оперативных и экстренных служб. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Торжественное открытие участка дороги с выездом на 2-ю Ольскую прошло в микрорайоне «Самолет». Разгрузка дороги – главная цель строительства участка. Как это было в нашем сюжете? Участок дороги длиной почти километр с четырехполосным движением. Долгожданное приобретение для самолета и его жителей. Для тех, кто заселился в микрорайон с его основания. Конечно, есть с чем сравнивать. Я был здесь, когда дороги не было. Кто помнит, что здесь было. И сегодня, ну, смотришь, ну, такая красивая, добротная, современная дорога. Я думаю, что мы все от этого получим удовольствие. Я искренне вам желаю, чтобы здесь не было пробок никогда. Я искренне желаю, чтобы дорога была без аварийной. Это очень важно. Ну, и получайте удовольствие, проживая в этом микрорайоне. Открытие ждали ровно год. И, наконец, это свершилось. Здравствуйте, дорогие друзья! Дорога открыта! После торжественного открытия жители вместе с главой округа решили проверить участок на прочности и проехать по нему от начала и до конца. Результатом все оказались довольны. Да и на открытии дороги шли как на праздник целыми семьями. Мы живем здесь два месяца. Сегодняшнее событие для нас, ну, действительно радостное, потому что мы пользуемся автомобилем. И дорога, которая занимает вокруг, да, грубо говоря, объезжать, это, ну, намного дольше, чем нежели ездить здесь по прямой и будет выездить сразу в Некрасовку. Ну, то есть гораздо удобнее для нас. Своими впечатлениями жители сразу же стали делиться и в социальных сетях. Тест-драйв не иначе пройден. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Мусор на остановках и обочинах, расклеенные на столбах объявлений и полуразрушенные остановочные павильоны. Эти нарушения содержания автодорог выявил инспектор Люберецкого отделения Госадмтехнадзора на федеральной трассе М5 «Урал». Ну, мы видим с вами наличие мелкого бытового мусора на остановке в приладковой зоне, а также вдоль ограждения. Еще не санкционированные объявления прямо на стене остановочного павильона птицефабрика, отсутствие на нем фрагмента крыши, переполненная урна. За эти нарушения подрядную организацию Росавтодора, которая отвечает за содержание федеральной трассы М5 «Урал», привлекут к административной ответственности. Здесь у нас выразилось три состава административного правонарушения. Это ненадлежащее состояние территории остановочного павильона, ненадлежащее состояние предалковой территории и наличие посторонних надписей, объявлений на ограждении остановочного павильона. На противоположной стороне дороги ситуация не лучше. Смет и мусор у остановочного кармана и заклеенные несанкционированными объявлениями столбы. Судя по состоянию этого участка федеральной трассы, и здесь подрядная организация выполняет работу не в полном объеме. Если мы с вами возьмем такое понимание дорога как объект благоустройства, то в ее состав входит не только наличие дорожного потолота, асфальтированного и иного, а также другие элементы благоустройства. Так как освещение, это вот столбы освещения уличные, колеса отбои, приладковые части, обочины и другие элементы. Инспектор Госантехнадзора зафиксировал недочеты. По совокупности административных правонарушений компания, отвечающая за содержание автодорог, может распрощаться суммой до 150 тысяч рублей. В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день в округе выполнено 57% запланированных работ. В то время как в одних подъездах еще идет ремонт, в других проходит процедура приемки. Один из объектов проверил Владимир Ружицкий. Ремонтные работы в этом доме начались в апреле. Уже в середине июня подъезд многоэтажки значительно преобразился. Покрасили стены, заменили плитки, тамбурные двери и осветительные приборы. А еще установили информационные и платежные терминалы. Своими впечатлениями жители поделились с главой округа Владимиром Ружицким. Всего в этом году в Люберцах преобразятся более 1300 подъездов. По словам главы округа, ремонтные работы проходят с опережением графика. Мы на сегодняшний день отремонтировали по памяти порядка 749 подъездов. Там, где наши люди, жители видят, что есть или отставание, или качество страдает. Я прошу нам давать такую информацию мне в социальных сетях, Инстаграма, либо ВКонтакте, где мы, естественно, примем сразу же незамедлительно меры. Завершат план 2018 года не позднее 1 ноября. Напомню, по результатам первого полугодия городской округ Люберц один из лидеров по реализации программы «Мой подъезд». В администрации прошло традиционное оперативное совещание. Одной из главных тем стала подготовка к началу учебного года. Руководители силовых структур, а также сотрудники органов местного самоуправления отчитались перед главой Люберц в проделанной работе. Еженедельное совещание в Люберецкой администрации традиционно началось с доклада начальника полиции Евгения Романцева. Ведомство готовится к новому учебному году и к торжественным школьным линейкам, а также к выборам губернатора Подмосковья и Дню города в Люберецком округе. Личный состав совместно с администрацией, с Росгвардией проверяют сейчас объекты дошкольного-школьного подготовки к первому сентября. Также избирательные, где будут выборы проходить, то есть избирательные участки, также проверяются, идет подготовка и идут подготовки Дню города во всех Люберецком округе. Готовятся к началу учебного года и люберецкие спасатели. Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Павел Иванов обратил внимание на случаи ложного срабатывания сигнализации в учебных заведениях. В очередной раз, перед первым сентября, уже первое сентября в субботу, провести инструктаж со всеми сотрудниками охраны по их действиям в случае срабатывания сигнализации в изникновении пожара и чрезвычайной ситуации. В Люберцах продолжается капитальный ремонт в многоквартирных домах. За минувшую неделю паспорта готовности получили 48 домов. В свою очередь коммунальщики готовятся и к холодам. По подготовке к осенне-зимней эксплуатации на сегодняшний день подготовлено 80% жилого фонда. Из 2067 домов, по плану 1720 мы уже выполнили, за неделю сдали 54 дома. Дорожные службы благоустраивают региональные и муниципальные магистрали. Ямочный ремонт, смёт мусора и нанесение разметки – основные работы, которые проводились на минувшей неделе. Особое внимание уделили дорогам рядом со школами и детскими садами. В рамках подготовки к новому учебному году завершены мероприятия по нанесению разметки вблизи общеобразовательных дошкольных учреждений. Совместно с сотрудниками ГИБДД проведены выездные проверки готовности учреждений. Выявленные замечания уже устранены. За прошедшую неделю люберчане почти 7 тысяч раз звонили на единый номер 112. Порядка 3,5 тысяч человек вызывали скорую медицинскую помощь и почти 1400 – полицию и ГИБДД. Годовые итоги и ориентиры дальнейшего развития образования округа обсудили педагоги на ежегодной августовской конференции. На следующий год поставлена высокая планка. Подробности далее. По традиции, на конференции обсудили итоги работы за год и наметили пути дальнейшего развития окружного образования. Люберецкое учительство – оно одно из лучших в Московской области. Это абсолютно так, вы это знаете. Да, сегодня есть рейтингование и есть некая оценка всему, что мы делаем. И я вам благодарен, потому что есть такое понятие, как топ-100. Успех люберецких педагогов ставит высокую планку и на следующий год. Депутат Московской областной думы Лидия Антонова отметила общий мировой тренд – соединение образования и науки. Сейчас идет задача перезагрузки образования. Сейчас много вообще такой бум в обществе, не только в российском, но и в международном социуме. Бум к образованию. Наверное, это потому, что мы подходим к совершенно каким-то новым позициям, когда наука идет настолько вперед, что реально симбиоз человека и машины. Чтобы заниматься высокими технологиями в школах, нужна соответствующая материально-техническая база. Основа – это комфортные здания, где учебный процесс приносит радость и детям, и педагогам. За год в округе открыто 4 детских сада и корпус 16-й гимназии. Также проводится капремонт Токаревской сельской школы. На 2019 год мы ставим для себя приоритетной задачей включить еще два учреждения образования в программу капремонта. Это гимназия номер 1 и детский сад номер 12. Виктория Бунтина отметила такой тренд, как популяризация профессии педагога. Управление образованием Люберецкого округа уже давно сотрудничает с профильными вузами. Но с этого года готовить учителей начнут прямо со школьной скамьи. 1 сентября на базе двух школ гимназии 44 и школы 53 откроются профильные педагогические классы с буквой У, учительские. И думаем, что через два года эти дети, отучившись благополучно и закончив 11 класс, поступят в университет и придут к нам через пять лет на работу в школу. На пленарном заседании Владимир Ружицкий наградил заслуженных работников образования округа. Эти люди отдали детям десятилетия своей жизни. В профессии учителя по-другому нельзя, ведь педагог в первую очередь призвание. Очень люблю свою профессию, всю жизнь замечтала. Я учитель по профессии, но как пришла в детский сад, так полюбила детей. И до сих пор люблю и таю, я только о них и разговариваю. В Люберецком округе обучаются в учреждениях разного уровня 48 тысяч детей. С ними работают почти три с половиной тысячи педагогов, а впервые сядут за парты в этом году. Четыре тысячи первоклассников. В преддверии начала учебного года Министерство образования Московской области составило единый рейтинг 100 лучших школ. В него попали сразу семь люберецких образовательных учреждений. Министерство образования Московской области подготовило список 100 лучших школ региона. Эксперты оценивали качество преподавания, организацию и информатизацию учебного процесса. Еще критерии. Количество стобальников и олимпиадников, развитие дополнительного образования и техническое оснащение кабинетов. В сотню лучших школ вошли и люберецкие учебные заведения. Это гимназия номер 16 интерес 41, 43, 46 и 56. 12 лицей и средняя общеобразовательная школа номер 8. Первое место второй год подряд занимает школа-интернат с естественным математическим уклоном имени Капица в Долгопрудном. Мария Кузьмичева, Александр Томей, телеканал ЛРТ. К радости школьников суббота станет законным выходным. Чем обусловлено такое решение и что ожидает учеников в ближайшие дни? Далее. В подмосковных школах 1 сентября начнется традиционно с линейки. Также в этот день школьников ожидает урок МИР, ознакомительный классный час и урок по охране труда. А вот учиться они начнут только с понедельника 3 сентября. Также с начала новоучебного года школа в Подмосковье переходит с шестидневного на пятидневный режим обучения. Такое решение было принято после опроса школьников и родителей. Они пожаловались на то, что у детей мало времени на отдых и общение с семьей. Напомню, по инициативе Андрея Воробьева в марте этого года подмосковным школьникам и их родителям была предоставлена возможность проголосовать за пятидневный или шестидневный режим обучения. Более 95% голосов сделали свой выбор в пользу пятидневки. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. «Собери ребенка в школу» – акция под таким названием прошла в Люберецком округе. Это уже традиционное событие в преддверии новоучебного года. На этот раз 27 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили свои новые портфели. «Мы вам сегодня от имени Совета депутатов городского округа Люберца и комиссии по работе с несовершеннолетними подарим скромные подарки, в которых вы будете носить хорошие отметки домой. Ну и в перерывах между знаниями кататься на них с горки. Только, пожалуйста, поаккуратнее». 10 первоклассников и 17 учеников начальных классов торжественно получили один из главных школьных аксессуаров – ранец. Акция «Собери ребенка в школу» уже три года. Организаторы отмечают ее востребованность и необходимость, в первую очередь для самих детей. «Каждый ребенок хочет иметь красивый ранец, красивый набор первоклассника, чтобы прийти в первый класс. И он был готов к занятиям». Но на этом подарки не закончились. Для люберецких школьников подготовили еще один приятный сюрприз – бесплатное посещение аттракционов в Центральном парке. Это ли не лучшее начало учебного года? Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Как реализоваться в другой стране и что нужно, чтобы эта реализация прошла успешно? Пятый семинар «Новые поколения диаспоральных лидеров Московской области» провели в Люберецкой мечети. Организатором выступила общественная организация «Женщины-мигранты из Подольска». С подробностями Мария Антонова. Первый и самый верный путь комфортного проживания в другой стране – знать, а самое главное – соблюдать законы. Этому вопросу на семинаре уделили особое значение. Ведь зачастую проблемы у мигрантов возникают просто из-за незнания законодательства. Но, как известно, незнание не освобождает от ответственности. Зачастую даже наши российские граждане не знают законодательства. А что говорят о мигрантах, которые приехали в чужое государство, в которое для них новое, и многие законы они не знают. Поэтому мероприятия, семинары, они должны проходить на постоянной основе. На этот раз на семинаре говорили не только о законодательстве, но и о соцсетях, где также от простого незнания можно столкнуться с обманом. Регистрация в соцсетях платная или нет? Оказывается, многие люди платят за регистрацию в соцсетях. То есть настолько, и при этом суммы, которые они называли, были очень баснословные на самом деле. То есть пользуются неграмотностью людей, что люди не знают. А им для работы это надо. Однако ответственность за информацию нельзя снимать из того, кто ее размещает. Тем более, если вы обнаружили противозаконный контент. Это можно заблокировать, действительно, если вы сами пожалуетесь на данную информацию. То есть вы обнаружили информацию, которая находится на ютубе, которая противозаконна. Вы просто обращаете внимание органов, там, Роскомнадзора, например. У них есть также сайт, туда можно зайти, пожаловаться, ссылочку приложить. И заблокируют данное видео. Другой важной темой стала личностная реализация вдали от своей исторической родины. Например, как Нигина Холова. Она проживает в России уже более 10 лет. Совсем недавно стала волонтером Диаспора Некст, поступила в колледж и параллельно занимается своим личным проектом. Спасибо Ефросине Николаевне, что она мне помогла создать свой проект, который называется «Таджики Подмосковья». Я выкладываю всевозможные новости, традиции, праздники. И я хочу очень, чтобы люди знали о моих соотечественниках, о наших таджикских праздниках, больше знали о Таджикистане. Пятый по счету семинар уже дал свои плоды. Ведь организаторам удалось найти тех самых диаспоральных лидеров по всей Московской области, которые продолжат помогать не только своим соотечественникам, но и гражданам других стран. Цель выполнена, а значит, участников ждет заключительная часть. Далее нас ожидают заключительные круглые столы, которые будут проходить в Подольске, в Люберцах и Пушкино. В рамках этих круглых столов мы покажем наши результаты по семинарам, покажем лидеров будущих, их проекты презентуем. Кстати, их больше 30 проектов, и мы очень рады. Напомню, проект «Новое поколение диаспоральных лидеров Московской области» реализуется благодаря фонду президентских грантов. Мария Антонова, Денис Михайлов, телеканал ЛРТ. В округе прошел третий фестиваль национальных культур Подмосковья «Территория дружбы». Местом проведения стал Центральный парк. На колоритные события собрались тысячи гостей со всей Московской области. Подробнее о празднике Мария Антонова. Химки мы тища, а теперь и люберцы приняли сафету проведения уже третьего фестиваля национальных культур Подмосковья «Территория дружбы». И я уверена, будет круто. Песни, танцы, яркие народные костюмы и многообразие изделий ручной работы – одним словом, праздник. Настоящий праздник, который традиционно собирает на одной площадке представителей разных национальностей. А их в Подмосковье более 140. Причем культура каждой богата по-своему. «Если вы видите на национальных одеждах, это есть колорит самобытности. Он создавался сотнями лет и, может быть, даже тысячелетиями. А вот весь остальной народ, который ходит, и вы тоже одеты. Спецодежду. Современную спецодежду, которую цивилизация предоставила всем нам». Одним из традиционных элементов любой культуры, помимо костюма, является кухня. И на фестивале без национальных блюд, конечно, не обошлось. Но вот гурманам здесь точно есть что делать. На фестивале разнообразия национальных блюд – это и украинские вареники, и белорусские драники, и еще много других блюд. Как удержаться, не знаю. Вообще-то вареник – это исконно такое украинское блюдо, которое символизирует дружбу. Потому что в семье всегда большой праздник какой-то обязательно собирались. Большой семьей все любили хозяйка, дочери, бабушки. Потому что украинская семья – это многопоколенная семья. Такое масштабное многонациональное событие посетили и представители власти. Многие из них оценили праздник на пять с плюсом. «Здесь мы видим повысился уровень, во-первых, самих участников, во-вторых, Люберцы – это одна из территорий, которая очень хорошо работает с разными культурами, национальностями, вероисповеданием. Здесь есть специальные места для встреч, есть ребята очень активные, которые этим занимаются». Для Люберецкого округа фестиваль национальных культур – поистине масштабное и важное событие. Ведь на территории муниципалитета соседствуют представители разных народов. «Вот у нас в Люберцах, в Люберецком городском округе, проживает более 90 национальностей, а в стране их более 140. И у нас все представлено, поэтому мы стремимся, по крайней мере, на уровне администрации, работать с каждой национальной группой, поддерживать. Нас очень, я ценю, достаточно хорошо работает национальная группа – это армяне, это азербайджанцы, татары, чуваши, мордва, еврейские группы, целые плоскальщины казачества представлены». Помимо концертной программы на фестивале работали спортивные площадки. Это и межнациональные футболы, и силовые шоу. В рамках праздника также провели круглый стол и всевозможные выставки. Так постоянным гостям праздника уже есть с чем сравнивать. «Могу сказать, что в Люберцах достаточно грандиозный фестиваль организован по сравнению с двумя предыдущими. Мытечек было тоже очень хорошо. В Химках дождь тогда был, а вот нам с погодой повезло. И я думаю, что здесь кто хотел, посетил обязательно фестиваль и насладился этой многоколоритной культурой нашего дружного Подмосковья». «Россия!» «Мария Антонова, Александр Дегурко и Денис Михайлов. Телеканал ЛРТ. Тем, кто любит спорт, награда. И не только в качестве здоровья. Во Дворце спорта «Триумф» прошло награждение самых активных участников спортивных мероприятий фестиваля Подмосковья и территории дружбы. Третий областной фестиваль национальных культур оставил не только яркие впечатления. От Управления социальных коммуникаций области дипломами участника наградили руководители спортивных организаций округа. Также в рамках мероприятия обсудили приближающийся день города. Праздник пройдет 8 сентября. Гостей ждет масштабный флешмоб, а также различные выступления. Напомним, Люберцам в этом году исполнится 395 лет. Таковы, на наш взгляд, самые интересные события этой недели. С вами была Мария Кузьмичева. Всем хороших выходных и до встречи в эфире на ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова